Привет ребятушки! Рад видеть вас у себя на канале о тренировках здоровья и жизни. Сегодня предлагаю поговорить о очень важной теме, что такое гейнер. Уверен ли ты, что очень хорошо разбираешься в вопросе набора массы с помощью гейнера и ты уверен в том, что ты набираешь полезно массу, а не вредно для здоровья? Если есть какие-то сомнения, то оставайся на этом канале, оставайся на этом видосе, предлагаю разобраться в этом месте прямо сейчас. Поехали! Так вот, чтобы рассказать, что такое гейнер и как правильно его применять и как его выбирать, как правильно покупать, какой именно гейнер тебе нужен и чтобы понять, что есть разные типы гейнеров, то нужно рассказать все с самого начала, с самых основ. Я постараюсь сделать это видео максимально коротким, но тема довольно непростая, но в ней критично важно разбираться, потому что от этого будет зависеть твое здоровье на всю жизнь. Если ты в этом сейчас не разберешься, скорее всего, ты будешь делать что-то неправильное. Так вот, для начала ты должен понимать, что гейнер, ты можешь набирать массу с помощью гейнера или полезно, или вредно. То есть набрать вес можно по-разному. Можно набрать вес так, что ты останешься здоровым и будешь дальше процветать, будет становиться еще более здоровым. А можно набрать вес так, что ты будешь потерять свое здоровье. Так вот, чтобы разобраться в этом, нужно понять, что такое вообще сахар, что такое углевод и понять, что гейнер это углевод. То есть, если ты хочешь набирать массу, то тебе в твоем наборе веса более важно получать углеводы, чем белки. То есть, ты просто должен получать адекватное количество белков, но углеводы в твоем рационе играют ключевую роль. То есть, там должны быть жиры примерно 10%, примерно 25% белков и примерно 75% углеводов для набора массы. Так вот, вот эти углеводы, которые и дают тебе возможность вообще набрать вес, не белок. Белок лишь помогает строить правильно все клетки в организме, чтобы организм хорошо готовил, чтобы организм хорошо работал. Но углевод, он как раз и создает тот энергетический запас, который, если у тебя его больше энергии, чем ты потратил, когда ты начинаешь набирать вес. То есть, энергия это углеводы. Это в основном, это не белки. Из белков тоже может организм получать энергию, но скорее он даже тратит энергию, чтобы расщепить твои белки, которые ты пищей получаешь. То есть, если ты получаешь белки, ты должен знать, что должно быть достаточное количество углеводов, чтобы эти белки усвоить. И эти углеводы, которые ты получаешь, их тоже должно быть очень много, чтобы ты вообще начал набирать вес. То есть, если сейчас, допустим, ты не набираешь вес, или ты даже худеешь, Скорее всего, в твоем рационе мало углеводов, мало правильных, хороших углеводов. То есть белки должны быть в норме, но углеводов должны быть больше, чем тебе нужно на сегодняшний день. То есть ты должен увеличивать углеводы до тех пор, пока ты не начнешь набирать вес. Когда ты начнешь набирать вес, найдешь эту точку, при которой ты стабильно набираешь вес. Допустим, раз в месяц ты набираешь вес, раз в месяц ты просто поддерживаешь вес. Я такую примерно схему тебе предлагаю. Набираю вес примерно 3 кг в месяц. От 1,5 даже до 3 кг в месяц. Не надо быстрее набирать вес. Мой результат это 3 кг в месяц. Это результат на креатине, и это результат, который у меня закрепился после этого месяца, он не ушел. Я набрал где-то 3,5 кг на креатине и на нормальном количестве углеводов. То есть 3 кг на креатине реально набирать. Но без креатина, если я просто на загрузке хороших углеводов, я примерно ориентируюсь на 1,5-2, 2,5, ну 3 кг, это нормально, это норма. Вот примерно на такую скорость набора. То есть месяц ты набираешь, месяц ты не набираешь вес. Углеводы. Углеводы критично важно получать правильные, полезные для здоровья, которые будут тебе делать здоровым человеком. Итак, из чего же состоит в основном гейнер? То есть я хочу, чтобы ты понял одну мысль. Когда ты начнешь набирать вес с помощью гейнеров, допустим, или просто углеводов до любых других, когда ты начнешь набирать вес, тебе нужно просто начать набирать вес и остановиться, не добавлять больше углеводов. Это может примерно быть профицит. Профицит это слово означает, что калорий больше, чем тебе нужно. То есть профицит у тебя должен быть примерно 350-500 калорий всего лишь навсего. То есть это не сверх нормы у тебя, там, тысячи калорий. Нет. Ты должен выйти на позицию, когда ты потребляешь столько, сколько ты тратишь, ровно, да? И потом чуть-чуть поднять количество получаемой пищи. А тратить ты будешь меньше. И тогда ты, это физиология, ты обязательно начнешь набирать вес. Если ты его не набираешь, когда у тебя углеводов больше, чем ты тратишь, значит, нужно задуматься о своем пищеварении. Возможно, есть какие-то проблемы с ферментами. Возможно, с гормонами. Возможно, ты плохо спишь. Из-за этого проблемы с гормонами. То есть нужно наладить свой сон и наладить тогда гормональный статус свой. Тогда ты должен будешь набирать вес, если ты повысил количество углеводов. Сложно, сложновато может быть найти вот эту точку, при которой ты будешь набирать вес. Но она легко находится экспериментально. Пару месяцев, и ты найдешь эту точку. Просто повышай до тех пор, пока ты начнешь набирать вес. Стабильно начнешь набирать вес. Возможно, тебе нужно меньше двигаться. Больше получать углеводов. Возможно, ты слишком реально очень много тратишь энергии. Ты просто физически не сможешь съесть столько пищи, чтобы начать набирать вес. То есть ты просто очень много расходуешь энергии. Особенно, если ты, как я, эктомов. То есть по природе ты склонен больше быть худощавым, чем набирать вес. Вот как я, допустим. Мне очень тяжело набирается вес. Но я его набрал. Я набрал 17 килограмм полезной массы, и я не стал жирным. Потому что я правильно набирал вес. Сейчас мой вес примерно 85-86 килограмм. И я сейчас нахожусь на наборе веса. Вот этот месяц. И планирую набрать это 87 килограмм. То есть еще один килограмм набрать за месяц. Всего лишь нам все. То есть я иду нормальным темпом, я никуда не спешу. Чтобы сохранить свое здоровье. Не нужно спешить набирать вес. По поводу углеводов и гейнеров. Посчитай внимательно на составе. Я сейчас, вот я в предыдущем видео о протеине, наверное, обрубил всех их будущих рекламодателей протеиней. А теперь вот в этом видео обрублю всех своих будущих рекламодателей по поводу гейнеров. Потому что я тебе расскажу сейчас всю правду. Весь мой опыт. Как работает гейнер. Работает или не работает. Ты узнаешь все абсолютно об этом. И мне больше важно твое доверие, чем какие-то будущие рекламодатели, которые будут мне говорить, предлагать мне рекламировать их гейнеры. Если я в это не верю, то я не буду этого делать. Понимаешь, у себя на канале. Еще раз повторюсь. Мне важно ваше доверие, твое здоровье. Так вот. Если ты посчитаешь состав внимательно на гейнере, но по кофе что там написано. Вот просто там написано в основном на английском. А я тебе рекомендую брать зарубежные гейнеры, если ты все-таки будешь их покупать. Там написано на английском. Но перевести, блин, в гугл переводчик и забить состав, ну это не сложно. Ты даже можешь просто от Google Translate взять в приложение, навести на текст. И он просто тебя по фоточке переведет, если тебе лень вбивать текст. То ты внимательно почитай состав, и там будет написано, что в основе лежит мальтодекстрин. Что такое мальта? Сокращенно мальта, мальтодекстрин. Мальта это патока еще может быть. Это простой сахар. Это моносахарид. Простой сахар, моносахарид или же простой углевод. Еще его называют быстрый углевод. Это все одно и то же. То есть простой сахар, чем более простой сахар, тем он быстрее усваивается организмом, и тем больше он вызывает скачок инсулина в твоем организме. Чем вот обычный сахар, который в чай ты ложишь, конфетки шоколадные, мука белого цвета, первого сорта, макароны из этой же муки сделаны. Вся крупа, которая слишком измельченная, и которая белого цвета, в которой нет примеси клетчатки, то есть шелухи с пшеницей. Это все есть простые сахара. Я сейчас не буду объяснять сильно много об этом, потому что это отдельная тема. Просто сейчас дам базу. Так вот, вот эти простые сахара, мальтодекстрины, это простой сахар. Если ты таким будешь загружаться способом, это очень огромное количество калорий. Там очень много калорий. Но если ты загружаешь в свой организм такими калориями, ты вызываешь просто бешеные скачки инсулина в своем организме. Когда ты выпиваешь такой коктейль, такой гейнер, то выделяется огромное количество энергии, действительно огромное. Но эта энергия, она может пойти на набор веса, обязательно пойдет, но она скорее пойдет у тебя на… Вот если ты эктоморф, возможно даже и ты не будешь слишком жирной, но ты будешь более склонен к жирноте, чем к набору нормального здорового веса. Если на гейнер, ну на гейнер не садится человек, который и так с лишним весом. То есть обычно садится на гейнер тот, кто явно худощавый, человек, который хочет набрать вес. Так вот, ты можешь набрать реально вредного веса, жира набрать можешь. Потому что вот этот сахар, который простой, он как раз и будет идти в основном на какие-то жировые отложения. То есть ты реально можешь быть эктоморфом, который будет жирный, например, в области живота, там, или я не знаю, щеки какие-то себе наешь непонятные. Это те калории, которые организму не нужно получать. Такие калории так много. Организму, особенно мозгу, нужны простые сахара. Нужен этот углевод простой. Но норма сахара в день, вот просто запиши себе где-нибудь, или запомни, 5-6 чайных ложек сахара в день. Все. Это та норма, которой организму будет достаточно. Он получит с других, с тех же круп, например, получит себе нужные углеводы. Простых сахаров ему достаточно 6 ложек чайных в день. Вот теперь подумай, когда ты покупаешь себе гейнер, когда ты его пьешь 2-3 раза в день, разводишь себе гейнер, сколько ты получаешь сахара с каждой порции? Ты получаешь неимоверное количество лишнего сахара. И к чему это приводит? Есть такая печальная статистика, что такая непопулярная тема, да, просто погугли, узнай, сколько сейчас людей болеет диабетом. Диабет 2-го типа. То есть это когда у тебя организм, когда ткани тела, ткани тела, они называются еще клетки мишени, ткани мишени. То есть есть гормон инсулин, который вырабатывается, когда ты слишком, не когда ты слишком, когда ты просто сахар потребляешь, вырабатывается инсулин, гормон поджелудочной железой. И этот гормон нужен для того, чтобы твои ткани начали воспринимать сахар. То есть он бьет по этим тканям этот гормон, скажем, это клетка мишени, это ткани. И ткани с помощью этого гормона начинают воспринимать этот сахар. И если ткани чувствуют твой инсулин нормально, то есть они восприимчивы к этому гормону, то все происходит замечательно. Но ты будешь набирать вес. Но вот если ты начнешь слишком много этого делать, сахара, тогда твои ткани могут перестать чувствовать нормальный гормон инсулин. Вот это и называется проблема сегодняшней современности, что у людей очень много приобретенного диабета. Причем это вообще болезнь раньше была пожилых людей. Теперь это болезнь молодых людей. Более того, уже даже дети начинают болеть этим. Это очень плохая статистика. И об этом мало говорится. Реально очень много людей болеет диабетом второго типа приобретенного. Если твой организм так разладился, с этим можно жить, можно подстроиться под это, но это уже на всю жизнь. То есть потеряное здоровье на всю жизнь. У диабета второго типа очень много побочек, много чего связано будет проблем со здоровьем. То есть будут, это проблема с заживлением ран, это может быть постоянная жажда какая-то, это постоянная сухость во рту, это реально быстрая утомляемость, это проблемы с сосудами. То есть это куча последствий. Ты можешь просто узнать, погуглить, что такое диабет второго типа. Это болезнь метаболизма. Вот этот метаболизм, обмен вот этих углеводов. Если ты не понимаешь этой сути, то ты будешь гробить себя этими конфетами, этими генерами. Генерами. Генер это простой сахар. Производитель просто не доверяет, что производитель настолько все продумал, ему так важно твое здоровье, что он будет думать об этом. Это всегда бизнес. Есть хорошие нормальные гейнеры. Я перепробовал кучу, в свое время это было давно. Скажу сразу, я набрал свой вес, свои 15-17 килограмм вот эти я набрал натурально, и я набрал их без помощи гейнеров. Я их вообще не использовал. И не использую по сей день. Я нашел нормальный гейнер на рынке, который делается не из мальтодекстрина, а который делается на основе овсяной муки. То есть овсянка обычно берется, перемалывается. И это тоже углевод, но это сложный углевод. Если в ней есть шелуха, это сложный углевод. То есть она более коричневого цвета. Так вот, вот такой гейнер, который был сделан из такой муки, овсяной муки. Он стоил очень дорого. Реально очень дорого. Самый дорогой, чтобы был генер вообще на рынке. Я купил, потратился, коробка такая олимпическая, 3-килограммовая пачка. И это был нормальный генер. Но вопрос возникает. Я расскажу тебе дальше, почему бы не сделать самому такой генер. Я тебе расскажу об этом дальше. Так вот, этот сахар, который содержался в этом генере, он был сложный сахар. Сложный сахар это полисахарид. То есть поле, когда молекула более сложная. Это сложный сахар, это медленный углевод, это все одно и то же. Это сложный углевод, это медленный углевод, это сложный сахар, это полисахарид. Вот называют как хотят все это, но вот смысл один и тот же. То есть молекула более сложная углевода. Следствие этому, она расщепляется более долго в твоем организме. Постепенно насыщает твой организм углеводами и энергией. То есть там тоже много калорий. Но эти калории поступают более медленно в организм. И это ключевой фактор. Это не вызывает такой огромный скачок инсулина. То есть инсулин тоже возрастает, когда ты сложные углеводы потребляешь. Он тоже скаканет у тебя. Это неизбежно, это тоже углевод. Просто это происходит не так быстро, не так резко, а более плавно и более длительно во времени. И организм нормально все это усваивает, и он получает полезную энергию. Ту, которая тебе нужна нормально, чтобы жить. Нормально, чтобы двигаться, просто наслаждаться жизнью. Тебе нужна энергия. Так вот, если ты дашь этой энергии больше, чем тебе нужно, ты начнешь неизбежно набирать вес. Это физиология. Если что-то не так, попробуй, вздумайся о ферментах. Если в аптеке продаются ферменты, попробуй месяц покурси, посиди на этих ферментах. Можешь даже покупать ферменты, которые именно для углеводов. Я бы посоветовал брать все-таки комплексные ферменты, которые будут работать и на жиры, и на белки, и на углеводы. Они недорого стоят. Попробуй, например, месяц на них посиди, месяц не сиди. Потому что любые ферменты, гормоны, получаемые извне, они притупляют твою собственную выработку. Это естественно, так должно быть. Это базовая физиология. Так вот, попробуй такой моментик еще в своей практике. Итак, отсюда следует вывод. Ты уже сейчас знаешь очень много на эту тему, вот на данный момент, на этом видео. Ты не должен употреблять простые сахара практически вообще. 7 чайных ложек, 6 чайных ложек, 5 чайных ложек в день. Все. Этого достаточно. То есть нужно убрать его по максимуму везде. Убрать из чаев. Меньше ложить его в кофе, например, не знаю. Меньше пирожек, меньше сладостей, меньше булок из белой муки. То есть если это булки, булки это тоже геймер по сути. Только булки надо брать не из муки высшего сорта, а из муки, например, второго сорта. Или вообще ржаной хлеб бери. То есть это сложный углевод, понимаешь? И это не будет вызывать таких скачков инсулина в твоей крови. И ты будешь набирать вес на этом все. То есть просто возьми булки второго сорта какие-нибудь, в которых нет маргарина, и это будет твой геймер. То есть не на маргарине, а в них составе должно быть подсолнечное масло. Как минимум. Это лучше тебе не положат. Оливку никто тебе не положит. Масло в булке. То есть ищи хотя бы подсолнечное масло. То есть не маргарин, не какое-то там кокосовое масло, еще что-нибудь. А вот подсолнечное обычно нормальное масло. Обычно это детские булочки так делают. То есть обычно вообще детское питание, детские булки, оно все соответствует тому, что нам нужно, нашим потребностям. Для аркачков, которые хочет набрать вес. Потому что углеводы это критично важно для тебя. Не протеин. Это даже более важно жиры нормально получать. И углеводы. То есть сначала идут углеводы, потом важнее жиры, а потом только белки на третьем месте для набора массы. Конечно, правильный режим, тренировочный сон. И просто полноценное питание. Но если вдруг тебе полноценное питание почему-то не получается сделать, то есть ты, допустим, слишком занят по каким-то причинам, или ты просто реально не успеваешь нормально полноценно покушать, то ты можешь начать делать гейнеры сам. Я тебе предлагаю просто научиться их делать самому. Здесь я расскажу тебе простые способы. Я не буду показывать, потому что они предельно простые. И даже не нужно показывать ничего. Так вот, я тебе предложу в этом сейчас видео несколько рецептов, как сделать гейнер дома самому. Полезный, нормальный гейнер, при котором ты будешь набирать вес. Если ты реально, вот, если, допустим, тебе пищи реально не хватает набирать вес, можешь тогда делать, например, замену какого-то раза, когда ты не успеваешь поесть, быстро, допустим, выпить гейнер, сделанный своими руками. Итак, вот лови от меня первый рецептик. Первый рецептик это, я уже сказал, это овсяная мука может быть. Но я предлагаю не овсяную муку брать, а я предлагаю тебе пойти в магазин, купить цельнозерновую овсянку. Вот ключевой фактор, понимаешь, каждое слово, которое я говорю, оно важно. Цельнозерновую овсянку. Непростую, непростые овсяные хлопья, геркулес, это не катит. Нужно цельнозерновую. Что значит цельнозерно? Цельнозерно, это значит, что в нем содержится шелуха, в котором зерно было. То есть вот, представь себе гречку, да, допустим, она коричневого цвета, сверху это шелуха. Представь себе рис. Рис должен быть не белый, а сверху должна быть коричневая шелуха. То есть это должно быть, это клетчатка, это сложный улевод. И это обязательно нужно для пищеварения. То есть вот даже рис, я уже сказал тебе, нужно брать не шлифованный рис. Белый рис, это считается сложным улеводом, но из-за того, что он шлифованный, если он, допустим, еще мелкий, очень мелкий, то он усваивается тоже довольно быстро. Хотя там не считается, что это простой сахар. Это считается, в принципе, сложным сахаром. Но все же, из-за того, что он не шлифованный, его больше даже причисляют простым сахаром. Поэтому твой рис должен быть не шлифованным. Не шлифованный рис, крупы обычные, я покажу под свои продукты в каком-то из следующих видео, что я кушаю. Это обычные крупы, но не шлифованные. Так же самое, вот касаясь этого рецепта. Берешь овсянку, обычно селенозерновую овсянку, берешь блендер, блендер, которым можно сделать мясо. То есть там такой нож, и он крутится и разрезает фарш. Накрываешь это все дело и засыпаешь туда, или каждый раз себе делаешь, или как я делал в свое время. Можешь себе перемолоть какое-то количество, подготовить, но лучше ненадолго, чтобы оно там, как эта влага не попала, не испортилась. Так вот, берешь и измельчаешь цельную овсянку, измельчаешь в муку. В ней она будет темного цвета. И вот эту смесь, тебе нужно примерно найти количество, которое тебе нужно ложить в каждую порцию. Это примерно может быть, не знаю, где-то от 3 до 6 ложек столовых. Примерно экспериментально подбирай. Я тебе просто ориентируюсь, предлагаю ориентироваться на количество воды. То есть это должно быть примерно количество воды 400 грамм. 350, 300, 400 грамм. Ты наступаешь туда столько этой крупы, чтобы она просто была не слишком густая, чтобы ее можно было выпить, а не ложкой потом есть. Ты заливаешь это обычно теплой водой. И оно настаивается примерно полчаса, час настаивается. Нам долго не должно стоять, максимум час. Не надо даже в холодильник на ночь засовывать там на утром. Ну хочешь в холодильник, до утра пусть стоит. Тогда утром оно у тебя будет холодное, и что ты будешь с ним делать? Если ты хочешь прям проснуться и быстро его выпить, но сделай его с утра, с вечера тогда приготовь, залей, допустим, водой теплой. Пусть оно постоит, ставь в холодильник, и утром тогда просто как-то немножко подогреет. То есть кипятить это не нужно. Просто теплая водичка. Если ты купил цельную овсянку, она уже продается, она уже фасована была в нормальном виде. Ее не нужно не мыть, ее не нужно что-то с ней делать. Даже термическая обработка нужна только для того, чтобы она быстрее набухла, быстрее взяла всю влагу. Поэтому ты когда просто туда добавляешь воды теплой, она приготовляется. Она просто набухает, и все, готовый продукт. Вот тебе здоровый генер. Пожалуйста, это вообще дешевый заменитель и полезный. Но опять же, не нужно каждый день такую овсянку употреблять, такую муку, потому что в ней еще есть глютен. Это тоже тема отдельного видео, но на него может развиваться реальная аллергия. Поэтому не нужно каждый день такие гейнеры пить. Понимаешь, чем я говорю? Если ты будешь каждый день такие пить гейнеры с овсянки, возможно, ты начнешь реально получить следствие, как вот при аллергии. Это будет даже чихание, это может быть заложенность носа. То есть продукта, вообще любого продукта не должно быть в твоем рационе постоянно один на тот же продукт. Нужно разнообразие. Поэтому слушай дальше рецептики. Рецепт номер два. У меня есть сын, вот ему годик. И для меня очень очевидно, что то питание, которое он сейчас, допустим, использует, вот эти каши, которые в его питании. Во-первых, они стоят не очень дешево, но и не очень дорого. И это реально подходит для нас, качков. Это реально подходит, такое питание подойдет тебе для набора полезного массы. Потому что там есть все, что нужно для набора массы. И там как раз в основном углеводы. Но здесь тоже не все так просто. Детское питание вот это, это абсолютно полезный продукт. Абсолютно нормальный, современный, полезный продукт, который помогает ребенку расти, получать ему энергию. Ему нужно бешеное количество энергии. Но тебе нужно покупать не молочную детскую кашу. Тебе нужно покупать, есть такие каши, как смесь злаков. То есть в ней смесь из разных злаков. Это может быть ячменная крупа, это может быть пшеничная крупа, это может быть кукурузная даже крупа. Овсяная крупа. То есть вот эта смесь круп, тебе то, что и нужно. Там просто измельченные крупы, которые в чистом виде, которые были фасованы в идеальных условиях. То есть это все не нужно промывать, это просто заливаешь водой. И я тебе советую рецептуру такую, как написано на коробочке. То есть просто почитай, что сзади написано. Вот точно такую же рецептуру. Но так ты можешь делать, например, два раза в день. Ну сколько захочешь от твоих целей. Просто готовишь так, как там написано. Это не кипятком опять заливается, так как я и рассказал. Заливается просто теплой водой, постояло немного, набухло. Все. Можешь туда добавить еще протеин, если у тебя есть протеин. Добавь туда ложку протеина, почему нет. Добавь туда две ложки протеина столовых. Не более двух столовых ложек. То есть у тебя получится гейнер белково-углеводная смесь. Да это то, что нужно. Это тот сложный углевод, который тебе нужен. Там оно как раз идет с вот этой шелухой крупа. В детском питании. Оно рассчитано на то, чтобы это были сложные углеводы. То есть ты можешь... А, вот здесь ключевой момент. На коробке должно быть написано вот этой кашей детской. Должно быть написано, что это смесь из цельного зерна. Цельнозерновая смесь круг. То есть вот это ключевой фактор, что ты должен понять. И тогда это будет реально полезная штука. Я тебе покажу. Вот так вот выглядит. Это не реклама, да? Это просто мульти-злаковая. Видишь? Мульти-злаковая. Все. И она должна быть без сахара. Вот значок. Без сахара. В ней уже есть... Фирма может быть любой. Я тебе советую все-таки становиться на фирмах зарубежных. Поищи любые европейские бренды, любые зарубежные бренды по своему карману. Если ты доверяешь своему производителю отечественному, если ты там живешь, не знаю, в Беларуси, в Беларуси хорошие продукты есть. Посмотри, мы брали своему малому и белорусские продукты, но отечественные мы, к сожалению, не берем. К сожалению, мы не верим просто в отечественном производителе. Может, в твоей стране обстоят дела как-то лучше, поэтому можешь брать свой местный. Но ключевой фактор – без сахара, без молока сухого, а просто смесь круп. Она может быть витаминизированной, могут быть какие-то ферменты добавленные, могут быть даже бактерии добавленные. Это все круто, это реально круто. Бери, просто сделай себе из них эти гейнеры. Это будут полезные гейнеры, которые реально будут работать на набор массы. А теперь представь, стоишь ты такой в магазине, в супермаркете, возле детских круп, выбираешь себе детское питание. Из таких видов, знаешь, выбираешь эту крупу. И, блин, девчоночки будут вокруг стоять, просто умилятся от тебя, серьезно. Ты будешь так выбирать эти крупы внимательно. Они будут стоять думать, боже, какой внимательный вообще мужчина. Выбирает крупы ребенку своему, это же так круто. Но ты-то знаешь, что ты просто качочек, да, и тебе нужно мышцу растить. Но ты знаешь, что можешь сделать? Просто подойти к этой девчонке, да, допустим, если я реально такую заметил, что она тебя смотрит. Подойти и сказать, что, извините, вы можете мне помочь, пожалуйста, выбрать детское питание? Просто я отец-одиночка, и вот мне нужно как-то выбрать детское питание. Сейчас ребенок, правда, у бабушки, да, но скоро вернется. Я хочу сделать нормальные запасы питания, вот сейчас как раз вот хорошие цены. То есть ты еще покажешь, что ты еще экономный. Да просто, блин, ты представляешь, твоя популярность в глазах у нее вырастет настолько, что ты себе даже не можешь представить результат такой беседы. Я не знаю, честно говоря, чем это может закончиться. Блин, чему я учу? Капец. А у меня сейчас жена еще как раз уехала с ребенком к маме домой. Дорогая, я так не делаю, честно. Это просто по приколу видосики здесь, если ты, конечно, смотришь вообще это видео. Если ты вообще смотришь мои видосы. Так вот, ребятки, не стесняйтесь идти в магазин, покупайте детские крупы, выбирайте их. Какие вам нужны на свой кошелек, на любой карман. Обращайте внимание лучше на европейские бренды, потому что они более качественные. Какие конкретно говорить не буду. Просто хорошие, нормальные берите, европейские или американские. Выбирайте нормальные, просто проверенные фирмы. И будет у вас крутой результат, я вам обещаю. В Советском Союзе спортсмены, качки, которые, даже не качки, а там, пауэллифтеры, тяжелые атлеты. Вот забытый такой фактор, или может не афишируется. Когда они набирали массы, они рассуждали так. Были такие просто нормальные рецепты. Если ты не можешь еду съесть, то ты можешь всегда еду выпить. В этом смысл гейнера. Это жидкая пища. Жидкая пища, которую выпить можно за 2 минуты, понимаешь? Ты должен понимать, что это отдельный прием пищи. Это не водички попил, это поел. То есть, если ты выпил гейнера, после этого ты 2 часа минимум не должен потреблять никакой пищи. Не запивай этот гейнер водой. Вот, сделал гейнер, выпил его, и все. Следующие 2 часа ничего не ешь. Это моя тебе большая рекомендация. Не делай это, не пить гейнер сразу после еды. Не надо пить гейнер до еды. То есть, это отдельный прием пищи. Считай, что ты просто его заменяешь обычную еду, да? Если ты по каким-то причинам не можешь есть нормально. Но всегда лучше питаться просто обычной едой. Если ты, допустим, достиг уже какого-то крутого результата, и ты реально хочешь добавить себе, ну, пожалуйста. Это будет полезным набор массы. Так вот, вот эти качки, они в жидком виде употребляли пищу. То есть, они реально, они были такие рецепты, когда, например, рыбу, в жидком виде рыбу пили. Смешивали я, честно говоря, не знаю до конца этот рецепт. Но я знаю, что основной состав был рыбный. Рыба в жидком виде. Перебита как-то там в блендере тоже или в миксере. То есть, это, блин, это жестяк вообще. Рыбу в жидком виде пить. Я не думаю, что это супер вкусно было. Ну, не знаю. Может быть, даже и вкусно, если по каким-то рецептурам сделать. Ну, то есть, смысл в чем? Пищу потребляли в жидком виде и набирали тем самым вес. И, блин, мужики были очень здоровы в то время. У меня вот дед тяжелоатлетикой занимался. И он такие веса тягал. Что-то невероятное. Реально, и это было натурально. Вот именно в те годы, когда вот мой дедушке, ему сейчас 85 лет, когда он в молодости был, это было 60 лет назад. Тогда, вот тогда реально это был натуральный, нормальный спорт. Никто из них не потреблял химии, даже не знал, что это. И вот тут просто не было ее, понимаешь. Она появилась чуть-чуть позже. Уже, не знаю, во времена Арнии и так далее. Великого Арнии, да? Так вот, используй вот такие гейнеры для своего набора. Это будет полезный набор массы. Когда, в какое время суток лучше их использовать? Можешь его использовать в любое время суток, кроме ночного. То есть, я тебе советую не есть его ночью. Такие гейнеры. Не используй такие гейнеры перед сном. Ни белково-углеводной смеси, ни гейнеры. Перед сном лучше есть белковую пищу. Лучше съесть творог. Творог с протеином, например. То есть, белковую пищу на ночь, чтобы гормональная система хорошо работала и получала нужные белки ночью. Потому что организм строит все клетки, которые ему нужны, в основном строить ночью. И ему для этого реально не столько нужна энергия, потому что ты лежишь, ты не двигайся. Тебе ночью нужно больше белков. Энергии тратится минимальное количество. Энергии тратится равно столько, сколько нужно, чтобы расщепить твои белки. Примерно так. И какое-то минимальное необходимое количество, чтобы все работало в твоем организме. То есть, в основном это белки на ночь. Углевод может быть, например, если ты прибежал с тренировки и у тебя почему-то нет времени поесть, тогда идеальным решением будет вот такой углеводный белковый коктейль. То есть, тогда тебе нужен не только углевод, а нужен углевод плюс белок. Сторонники так называемого раздельного питания, я абсолютно в эту идею не верю, потому что вот именно разделение белков и углеводов. Потому что белок, чтобы усвоиваться, ему нужен углевод. В любой крупе содержится и белок, и углевод. В любой каше содержится и углевод, и белок. Это естественно. Это естественно положение дел. И каша, если ты съешь одну кашу, она реально хорошо усваивается. И если ты съешь кашу с котлетой куриной, или там телячьей котлетой, это будет тоже твой генер. Но если ты не успеваешь такую еду поесть, ты не можешь приготовить. Выпей тогда просто генер с белком. Смешай с протеином этот генер и бежи на работу, занимайся своими делами. Или на учебу, да? Ну реально я понимаю. Или в школе ты учишься, например, и тренируешься. Школьное питание это вообще, не знаю, как там у вас в городах. По-моему, школьное питание вообще нормально полностью отсутствует у нас. И это не прикольно. Если ты тренируешься в школе, в принципе, с 15-16 лет можно уже полноценно тренироваться. То есть это школьный возраст. Тогда просто, возможно, тебе нужно делать такие гейнеры. Но только ты должен знать, что вот такой гейнер хранится, в принципе, неплохо. Он может полежать даже пару часов. То есть ты можешь залить водой и бежать по своим делам с таким гейнером просто в баночку, в шейкере. Ты дома приготовил, я советую смешивать это все блендером, смешивать такой гейнер. Не шейкере потрясти, а блендером нормально перебить. Если ты добавил туда протеин, круто, добавил туда протеин, бежи, допустим, по своим делам, 2-3 часа такой гейнер будет храниться. Но если там есть протеин, то он будет храниться полчаса, потому что сывороточный протеин начинает пропадать уже через полчаса. И с этим ничего не поделаешь. То есть протеин нужно выпивать в течение получаса после отготовки, а гейнер может лежать и 2-3 часа. Но если там протеин, то тоже полчаса. То есть ты должен это учитывать. Скорее всего взять с собой куда-нибудь школу или на пары, там не знаю. Лучше взять с собой просто гейнер, без белка. А белок выпьет, например, утром рано. Проснулся, сделал себе гейнер, сделал себе в него, добавил белок и выпил. Идеально будет после пробуждения. Но только это уже полноценный завтрак. Я, например, делаю как? Я просыпаюсь, я выпиваю протеиновый коктейль с креатином. Вот сейчас. Потом я через 45 минут, час только ем. Ем уже какую-то крупу. То есть это тоже углевод. Это или овсянка, или греча с утра. Вот такой у меня завтрак. В течение дня ты набираешь свой... Тебе нужно набрать просто в течение дня столько углеводов, чтобы ты начал набирать вес. Считается весь день. Так же самое, как и после тренировки, ты должен в течение двух дней просто усиленно питаться гейнером. Углеводами. Получать очень много углеводов. И нормальное количество адекватного белков. А на ночь ты должен просто давать белок. Желательно медленный белок в творог. И тогда я тебе гарантирую. Я просто тебе гарантирую, что вес попрет наконец-то. Я понимаю, как это сложно набрать вес. Да еще набрать правильный вес. Но я тебе в этом видео уже дал все, чтобы ты умел нормально, правильно набирать вес. Еще пару слов, почему я не советую тебе... Вот у тебя может появиться после этого видео мысли по поводу этого видоса. Почему не нужно брать тупо муку, да? Потому что, в принципе, бывает и... В смесях добавляется просто мука. Тебе нужно смотреть, чтобы это была не просто мука белая. Допустим, белая пшеничная мука. Чем более белая мука, тем это означает, что это более простой сахар. Высваивается моментально. Обычная мука, она все-таки предполагает, что ее будут термически обрабатывать. То есть, ты, например, будешь печь из него хлеб, да? Или ты будешь булки делать, или пирожки, я там, не знаю, бабулька будет пирожки какие-то делать. Так вот, вот такая мука предполагает все-таки термообработку. А вот когда эта крупа, которая уже в магазине, которая упакована в нормальных условиях, то есть, не на развес купленная, а упакованная уже крупа и измельченная. Цельнозерновая крупа измельченная, она уже идет чистая. Ее нужно просто залить водой теплой. Она не нуждается в... Мне не надо убивать никакие бактерии. Там, что там немножко есть каких-то бактерий, это нормально. Так должно быть в пище. Она не должна быть стерильной. Но там не будет... Она не будет слишком много этого всего. Не слишком грязная. Мука, по идее, как бы тоже продукт. Я не думаю, что что-то с тобой произойдет. Она, в принципе, это более-менее чистый продукт. Но все-таки, я считаю, мое мнение, что нужно его термической обработке подвергать все-таки. Вот. И бежать в магазин покупать себе, например, овсяную муку или там ячменную муку. Идея вообще-то неплохая. Неплохая. Но зачем? Ну реально зачем? Просто, чтобы засыпать себе муку. Чтобы дешевле было или что-то. Ну, типа, чтобы не было гемора, потому что нужно самому измельчить. В принципе, можешь попробовать найти цельнозерновую муку, если ты такую найдешь. Цельнозерновую, не пшеничную муку. А цельнозерновую, например, овсяную муку. Ну, если ты реально найдешь ее. Можешь попробовать ее, используя в своих генерах. Все же, я рекомендую остановиться тебе, первое, на цельнозерновой овсянке. Измельчай и вперед. Второе, это покупать вот эти детские смеси. Смеси злаков, которые тоже сделаны из цельного зерна. Все. Вот этот один видос должен тебе расставить все точки по поводу генеров. Теперь ты реально знаешь, как набирать массу. И я тебе желаю набирать полезную, здоровую массу. Очень круто, что ты тренируешься и пытаешься чего-то достичь, поменять себя. Это очень круто. Не верни кому, кто тебе говорит, что ты не наберешь вес натурально. Ты не наберешь вес без химии. Я очень хочу, чтобы ты начал верить в то, что вес реально набирать натурально. Я своим примером тебе это показываю. Я набрал 15-17 килограмм натурально и просто правильно начать питаться и правильно тренироваться. Смотри видосы на другом. У меня на канале другие видосы по поводу протеина можешь поискать. Там тоже есть очень полезная инфа. И я желаю тебе крутых результатов. Удачи. Подписывайся на канал. Ставь лайки. Все. Береги себя. Пока. Пока.